Утро доброе. Не знаю!!!! Ваааатсап!!! Оק..., нарушил! Безопасно?... За шлемом жарко?... Я думаю, что это лучший выбор! Спонсор H2O сейчас находится у меня в кляге Дети в Африке не такое пьют К этому жизнь нас не готовила Весь песок я проехал О боже Цари Вайнстраждань просто запредельный нас, правда Я просто, просто в шоке Хорошо, я тебя могу обнять, хочешь? Утро доброе What's up, Cybros? 6 июня сегодня И мы уже почти готовы ехать на Devil Gravel Challenge Спал я всего лишь 5 часов, потому что заснул в 2 Не выспались, но кому это интересно, правильно? Вика приготовила нам еду Погода сегодня топ Я закинул маршрут на Garmin Теперь главное, чтобы не села батарейка Еду, как вы поняли, в шоссейных тапках, на шоссейном велике, на 25-й резине Все хорошо Так, нужно проверить давление Я думаю, пятерика мне хватит Все-таки нас ждет песок И грузчатка Ноги пустые после вчерашней тренировки Как-то переживу Едем же по фану Хорошо, что до старта нам недалеко Немного прохладно, но я думаю, что через полчаса, час уже должно быть тепло Мы на старте Директор и спортиво Гоша Егизарян хочет сделать предстартовый брифинг всей команде Которые с отбитыми мозгами решили поехать сегодня на шоссейных велосипедах Какая резина, Гоша? Широкая, 25-я А, ну, нормоз Высокий профиль, все как нужно Да, мы едем гравийную гонку Тактика командная очень серьезная Особенно с учетом того, что ехать в группе, наверное, нельзя Но это не точно По два человека А, по два человека Едем парами, да Спокойно, спокойно Как на тренировке Просто самое главное кайфануть Да А это у нас точно получится Погодка будет Наконец-то, лень А, ну да, и вы Я его пробухал Я эту гонку решил ехать на 5-дюймовой резине и на мотоцикле Я думаю, что это лучший выбор Толик поедет в отрыв, потому что у него нормальная резина И туфли, да? И носки белые, да И белые носки Все по классике А, ребята, ехали уже? Ну, ребята, давай Все хорошо? Ох я док Вначале думал, убьюсь Там, где много грязи было Но повезло Вроде велосипед целый Прикольно, конечно Думал, будет здесь жестче Но, в целом, зашло окей Ну что, как первый участок, Гоша? Вот С чем могу сказать? Во вне Я же полотела Нормально вне сна Велик цел? А где ты упал? На крючечке-то Мы здесь все ударились головой Следующий участок Это Дмитровка Там будет брусчатка С почином Тормозов нет, Руслан У тебя что-то тормозит или нет? Тормозит Дальше начинается еще интересней Нежные шоссеры В е... Риск Ехать отрезки на все деньги Это вообще не самое главное в этой гонке В этом челлендже Самое главное Это сделать селфи с коровой Мы почти уцели Так, надо всех Всю команду Короче, вот вам селфи Вот вам команда И вот вам коровы Ачивмент анлок Оп, нарушил Я поймаю тебя Йооо, вот это уровень К этому жизнь нас не готовила Поэтому мы по травке И премия Лошадь этого сезона Киев Сайклин Тим Как и ожидалось Самые сложные участки Это песок Хорошо, что был дождь И песок чуток влажный И ты не так зарываешься Да, этот песок у меня на взрослый виде грязи Ох, ебан Давай Ес Проехали 10 км почти Был жесткий участок песка Но мы справились с толиком МТБшники плевали С насосом били по спине Асфальт Давайте целовать Пока есть что Нормально? Нормально Почти не отстают Мы первые приехали сюда, видите Фух, ну мы приехали На второй участок Брусчатка Она состоит из двух частей Там будет перекопано На половине пути Там нужно быть осторожным Потому что Корчит кусок арматуры Почти не отстают Почти не отстают Второй отрезок проехали Трясет капец Не усидел ни за Гошей Ни тем более за Толиком Ну нормально Нашелся Почти легко Обнимашек много не бывает Романтический момент Хорошо, а я тебя могу обнять Хочешь? Давай Обнимашечки Жор, а что у тебя за колхоз? Торчит сейчас непонятно Не снимай Это ж не красиво Блин, это бездно Второй Еб***ь Зависал Толик так валил на брусчатке Потерял флягу Поэтому сейчас Минутка рекламы Мой нашумевший уже спонсор H2O Сейчас находится у меня Во фляге И Толик На песке На грунтовке Попытается Слишком много слов Животворящее Чистое Джовельное Топчик Асфальт Проехали уже Аж целых 15 километров И нам еще 50 Я уже заголодал Питание самое лучшее Перепрэйдет Проедет? Проедет? Даже Толик не смог Мы подъехали К третьему участку Начинается он Вторч Гравийка Перемешку с песком И травой Дальше должна быть Бетонка И еще там что-то Сок асфальта Сейчас разгоняемся И валим Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну мы проехали Это какой? Третий участок Сначала подъем Гравийка Потом Кусочек асфальта В подъем И жесткий спуск С камнями Едем сейчас с ребятами Дальше Легко Меня там просили Не говорить слово Матрасим Поэтому я не говорю Слово Матрасим Едем легко Сейчас упаду В лужу Не, не упал Ничего не вижу Ничего не вижу Приехали Приехали На кусочек маршрута Киевской сотки 2020 Спецучасток Гравийка Полет нормальный Велы Целые Вроде как Конечно Кто-то наваливает У меня включена камера Поехали Великолепно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Четвертый участок проехали. Это была почти самая настоящая гравийка. Местами похожая на стиральную доску. Наверное, самый быстрый участок получился. Сил уже нет. До финиша 36 км. Еще пару часиков нужно потерпеть. Средняя скорость у нас где-то километров 15-17. Может, чуть больше. На участке. Едем в компании, ребят. Без шлема. Безопасно? Со шлемом жарко. Со шлемом жарко. Расскажите, это мне, который в аэрошлеме черном едет сегодня. Видите, какие мы нежные. Я просилю. Нежные. Нежные МТБшники. Ну, мы выехали на классную укатанную грунтовочку. Чуток с песком. Толик уже ждет финиш. Там обещают холодное пиво. И чипсы. Честно, больше, чем медаль. И реалистичнее. А, шансы у него все есть. Едет трактор. С открытой дверью. Ух, все хорошо. Ключица цела. Я ж нежный шоссер. Я ж проеду везде. Прямо, да? Шоссер? Да, да, прямо. Прямо, да. Спасибо. Это была грунтовка. Такая лесная дорога обычная. Очень накатистая. Средняя скорость здесь, наверное, 35. У Толика было. Так, думаю, справа лучше эту лужу объехать. На горизонте видим каких-то МТБшников. Заряд. Извините. Простите. Извините. Едите прямо, прямо, и не сворачивайтесь. Спасибо. Благодарочка. А как, мы за вами следили. А теперь уезжаем. Дурак. Простите. Вот я. Дурак. Не сворачиваюсь. Вот. Продолжение следует... У нас минус один боец, что-то случилось с Толиком, вы видели, он вам помахал ручкой, и у Жоры как раз на финише участка прокол. Я чуток почистил свои тормоза, потому что затирали. Да классно, последний участок с камушками зашел хорошо, но пробился уже в самом конце, по-моему, даже уже после финиша. Ставим камеру. Сейчас я скажу, поменяем камеру. Да. Смешно, посмеяться, да? Да, вот человек, который еще и не ездит на бескамерке. А то есть... И вот еще один. Зато у меня есть гель с кафе. Да, заливай его в камеру. Что это можно? Кстати, закрепите. Да, вместо ерметика. Ну, нормально. Нежные шоссеры пока выжили. Нам осталось немного, поэтому думаю, все-таки до финиша доехать реально. Главное, что велосипед целый. У меня не переключалось на большую звезду спереди. Это не очень удобно. И пусть, и пусть весь мир подождет. Шепот. Ну, давай, рассказывай. А они решили руки размять просто. За это, затекли, да? А то ноги работают, а руки атрофируются. Это хини ноги, руки затекают капец. Да, поехал осуществить канал по равнинке. Поменяли камеру, набрали воды. А? Он сказал, нельзя? Да, говорит, мы не пьем, мы руки не пьем. Я уже выпил. Набрали воды в СТО, и пить нельзя, а я уже выпил. Ну, короче, пофиг. Дети в Африке и не такое пьют. Гоша. А? Я говорю, дети в Африке и не такое пьют. Селфи с коровой? Было. Селфи с конем? Было. Селфи с котом? Мяу. Ачилмент адло. Рисковать сюда? Не туда ты поехал. Ну, такое. Песчаные дюны преодолели. Даже без остановочек получилось. Надо было на песке делать участок, Игорь. Села как раз на песке у меня Гоупрошка. Жарко сегодня. Сил уже нет. Мощности нет. Но фана очень много. Ну что ж, надеюсь, это последнее бревно. О, ну, можно и так. 9 километров до финиша. Лесная дорога классная. Возле Ирпеня. Где-то потерял я Гошу. Поэтому дальше сам. Отличная гонка. Я просто в шоке. От крутости маршрута. И от проходимости Шоссера. До финиша осталось 2 километра. Я выехал к озеру. Здесь хор. Жабичий хор. Маршрут очень классный. Я не думал, что я сегодня его проеду на Шоссере. Но, как видите, все отлично. Я думаю, 2 км я дотяну. Весь песок я проехал. О, боже. Чуть не убился. Очень узкая колея по центру. И с одной рукой еще и правой рулить очень неудобно. Короче, Игорь Хижняк. Огромное. Человеческое. Спасибо за такой маршрут. Ну что ж, друзья. Последние 300 метров. Еду по асфальту. Вижу уже финиш. И могу с уверенностью сказать, что нежный шоссер на шоссейном велосипеде в 25-й резине, конечно же, без камерки, может проехать гравел-гонку без каких-либо проблем. Да, немного трясет. Да, на песке тяжело. Но я почти все участки проехал песка. Всем спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока. Короче, последние километра в 10 я ехал уже, не встегиваясь в контакт, потому что не мог. В принципе, и не хотел. Все было ***. Велосипед переключался. Я не пробился. Я не упал. Ноги крутили. GPS. Гармин показывал мне каждый поворот, каждую возможность. И девушка говорила, да? Он пиликал. Нет, он пиликал. Девушка не говорила. Все было хорошо, кроме этого. Спасибо, Игорь. Да. Это километров в 5-10 км. Ты где? Все добре, но достаточно много песка местами. Да. Но человек, который рекомендовал это ехать на шоссере, маньяк. Это уровень стражданий просто запредельный на самом деле. Особенно там, где песчане поле. Вот там мы не сдаемся, взагалей, сам. У тебя. Наш главный директор из спортива. Это директория высшего уровня, Игорь Хижняк. Ему просто благодарочка огромнейшая за маршрут. Как от нежных шоссеров. Нежный шоссер проехал все, даже пески. Маршрут бомба. А понимаешь, я же табличку выложил заранее сравнительную. Шоссер и велосипедист на шоссейном велосипеде. А, да, да, да. У шоссера не возникает вопросов, где ехать, почем ехать. Он просто едет. Куда, где финиш, туда и едем. Поэтому я за шоссеров не беспокоюсь, что они могут по этой трассе поехать. Нет, классно. Ну, приятно было ехать, видеть людей. Брали у них интервью, спрашивали, как. Все вообще довольны, счастливы. Говорят, такой формат. И приятно было, что и те, кто погонятся, приехал довольны. Ну, а те, кто приехали просто прокатиться по хорошим местам, так 100% доволен. Он же наплевал в стакан, когда... Нормально. В смысле 320? 320. 320? Ну, средняя на сегментах. Игорь, это очень классная трасса, очень классный ивент. От сегмента до сегмента ты отдыхаешь, ездишь там, спілкуешься с другими людьми, весь в болоте, в грязюте, але потім наваливаешь на всі гроші, потім тільки отдыхаешь. Памятаешь, я вчора цей сегмент я не мог назвать Angel Gravel. Я его называл Angel Devil, вот так он на ней был, я годину шукал на этом сегменте свой телефон. Дякую Вике, что она мне помогала, и мы нашли его таки. Потом я на каждом сегменте вошел в ланцюг. Дякую. А ты еще будешь цікать? Ты задумал говорить. От и сюда. Дякую еще Васю. Наши завжди, я не знаю, гарнюня, которая нам помогает за всем, но это авторство футболу и авторство портрету. А Денис у нас арт-директор и арт-двигатель. Так, он такой, менеджер, как, кризис менеджер. Приходит, когда нужно, и делает все за всех. Все, и вам спасибо всем, что вы приехали и снимаете. На что вы снимаете?